Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, не знаю, что делать, как вести себя, может я ничего-то не понимал. Встречаемся с первым углом семи лет со школы. По 23 года. Я отучилась раньше, стал работать. Он продолжал учиться. Виделись по выходным, так как учился в другом городе. Сейчас он отучился, устроился на работу. Работает около двух месяцев, живём у его родителей в доме. Около года. Я хочу переехать жить в квартире отдельно, чтобы мы перешли на новый уровень. Чтобы я была хозяйкой на кухне. С родителями нормальные отношения, но себя я чувствую некомфортно у него дома. Пока я не договорила на тему отдельного жилья, он даже не поднимал эту тему. Когда я подняла, я услышала кучу отговорок, что денег нет, тут нормально. Сказал, хочу жить отдельно, но куча «но». Я так понимаю, ему комфортно проживать с ее родителями. Особо никакой ответственности, никаких забот, все сделано и маме комфортно. Так, и его. Каждый раз, когда поднимаю эту тему, начинает нервничать в итоге конфликт. И ощущение, что сам ничего не может решить. Бежит к маме за советом. Она одно скажет, он мне предаст, потом другое. В общем, видимо, что она скажет, то и будет. Я устала поднимать эту тему, так как вечно нервничает и не хочет слушать. И вообще, грубо говоря, я живу на два дома. У него ночую, домой езжу вещи брать, и так по кругу. Потому что я не могу приехать посреди белого дня в его родительский дом и делать, что хочу, если его там нет. Я считаю, это бред. Всем комфортно, кроме меня. Я не знаю, как донести до своего мужчины это. Ну, совершенно очевидно, что до своего мужчины вы этого не донесете. Если он, как вы сами говорите, не хочет слушать, если его все устраивает, вот. Вряд ли вы сможете до него это донести. Здесь, здесь, с поведенческой точки зрения, вот именно с поведенческой точки зрения, надо бы сделать, сделать так, чтобы ему было... Некомфортно. Если ему будет... Некомфортно, то он, может быть, решит что-то делать. Пока ему... Комфортно... Вряд ли. Вряд ли он будет что-то делать. Вот, потому что его все устраивает, опять же. Это первое. Второе, вы как-то вот говорите о том, что вы живете вместе, в доме, а потом говорите, что, в общем-то, едете туда-сюда. Мне кажется, что нужно выделить все-таки, что вас конкретно не устраивает. То есть, чего вы конкретно хотите. Потому что, понимаете, если вы хотите какого-то, ну, социального статуса в отношениях, то это скорее не про мужчину больше, не про человека, не про личность. Это больше про ваши собственные амбиции, про ваши собственные... собственные... Притязания, так скажем. Ну, так можно сказать. Это неплохо. Это неплохо. Неплохо, что у вас есть притязания ваши собственные. Просто, на мой взгляд, их не нужно путать, а именно вот с любовью к человеку, с принятием вашего мужчину как человеку, как человека. И, в общем-то, стремление, желание для него что-то делать. Следующий момент. Да, он бегает за советом к маме. Он, соответственно, вы хотите сказать, что зависим в какой-то степени от мамы, вот, и окей. Но, если между вами есть что-то общее, то есть, если есть что-то, что вас объединяет, вас связывает, то это так или иначе на каком-то вот я бы сказал на психоэмоциональном уровне даст вам больше, чем его мама дает ему сейчас. То есть, вот, этот момент я бы как-то, ну, зафиксировал бы. То есть, что бы мама ему не давала, если между вами есть что-то общее, если вы создаёте, вот, создаёте, эм, что-то общее именно вот, эм, ну, друг с другом, то это более мощная история, нежели чем то, что, ну, вот, даёт, даёт ему, маму, ну, вот, так или иначе. Поэтому здесь обратите внимание на то, вот, как бы создаёте ли вы что-то общее. И это прозвучит, ну, возможно, не очень приятно, но ваш статус хозяйки на кухне не даст. Того общего, что могло бы быть между вами, вот, не даст. То есть, вот, вы, ну, вы станете хозяйкой, если у вас нет общего, вот, то ситуацию это не изменит. В следующий момент вы пишите, что, значит, он не хочет слушать, вот, и возникает конфликт. Здесь очень важно увидеть, эм, то, какой вклад вносите в конфликт вы, именно вы. То есть, что делаете вы для того, чтобы конфликт был, потому что, если бы вы сами в конфликте не участвовали бы, если бы вы сами не вносили в него вклад, то не было бы конфликта. Вот. А раз конфликт есть, вот, то получается, что вы сами вносите в него вклад с своей стороны. Поэтому, дабы конфликта не было, нужно определить, какой вклад в него вносит вы, как вы вкладываетесь в конфликт, вот. И не способствовать тому, чтобы он, по крайней мере, с вашей стороны был, вот. И конфликта не будет, тогда вы сможете нормально поговорить. Дальше. Эм, необходимо учиться, эм, бесконфликтному общению. Вот. То есть, техника ясообщения и так далее. Этого может научить, научить психолог, то есть, ну, несколько вот, более, может быть, корректно выражать свои чувства, свою позицию и так далее. Эм, мой коллега, Кудрышев Игорь Леонидович, эээ, сказал, что вы можете сами, значит, снять жильё, да, и предложить мужчине выбор. В этом есть верно истины, потому что на самом деле, если вы хотите, вот вы сами хотите жить отдельно, то вы, эээ, ну, можете посмотреть на то, что именно вы можете сделать для этого. Сейчас такое, такое впечатление складывается, что вы как бы, как бы, эээ, ждёте от, эээ, ну, от мужчины, вы ждёте больше каких-то действий, шагов, как будто бы от него, от него вы зависите. Хотя, на самом деле, ну, зависимость в данном случае, это иллюзия, нет зависимости, вы сами можете делать то, что хотите. Да, может быть, не в том объёме, но тем не менее. Поэтому, опять же, спросите себя. Я хочу быть хозяйкой, я хочу быть хозяйкой на гугле, хочу жить, как бы, самостоятельно. Вы сами для себя этого хотите или у вас все упираются в, эээ, ну, в статус отношений, в семью? Понимаете? Вот, это тоже очень важно. Поэтому, я думаю, что вот на эти, на эти моменты обратите внимание. Либо с вами, либо с, эээ, психологом. Вот. И я думаю, будет проще понять тогда, что вам делать. Вот. Потому что человека вы не убедите. А, ну, пока его, эээ, все устраивает, вы не сможете его убедить. Вот. Если мы зависим от мамы, то, соответственно, пока он, эээ, сам не заметит, не увидит для себя в этом проблемы, вот. Вот. Ничего не будет. Ничего не случится, ничего не изменится. К сожалению. Вот. Поэтому, как бы, нужно вам обратить внимание на себя. Эээ, касаемо отношений с родителями и того, что вы можете, не можете. Вы говорите, что отношения с ними нормальные. То есть это предполагает наличие диалога. Я думаю, что вы можете поговорить с родителями, вместе со своим молодым человеком и родителями, ээ, поговорить. И как-то вот озвучить свои желания, озвучить свои чувства, что вот я не чувствую себя, там, что могу, там, что-то такое, да. Ну, вот. Посмотреть, как родители отреагируют. Может быть, они пойдут вам на встречу. Может быть, они решат и вопрос, ээ, связанный с кухней. Если мы ведём речь именно о кухне. Вот. Хотя я не думаю, что речь об этом. Я понимаю, что вы можете иметь в виду. Но, тем не менее. То есть просто поговорить, просто поговорить с, эээ, с ними и молодым человеком и родителями. И обозначить свои какие-то желания, обозначить свои какие-то чувства, обозначить, эээ, свои какие-то потребности. Посмотреть на то, как родители отреагируют. Может быть, они даже не знают о том, что вас это беспокоит. Вот. Понимаете? То есть тут, опять же, все зависит от того, хотите ли вы быть с молодым человеком и как. Я не говорю, что вы должны жертвовать собой. Нет. Этого я не говорю. Я больше говорю о том, что если вы чувствуете, то для вас, вот, то, о чем вы пишете, важнее личности. Мужчины. Вот. То это означает, что вам нужно двигаться самой. Вот. Вам, это означает, что вам нужно двигаться самой. Ну, это означает, что, ну, вот, как бы, то общее, что между вами есть, да? Ну, вот, как-то этого недостаточно. Я не говорю, что этого должно быть достаточно. Поймите правильно. Не говорю. Я не говорю, что этого должно быть достаточно. Я говорю о том, что вот реальность, в которой вы находитесь, ваша, наверное, с ней нужно считаться. Вот. Именно считаться с ней. А вы, получается, как бы, ну, не считаетесь с ней особо. Только вот претензии молодому человеку высказывать. Вот. Ну, а молодой человек, чувствуя, что все, как бы, на нем, вот, он принимает то решение, которое выгодно ему. Ну, вот. Потому что видит и чувствует, что вы, как-то, вот, решение принимать не поработаетесь. Ну, вот. А еще важный момент, что вам 23 года, важно понимать, что 23 года мужчина, это не то же самое, что женщина 23 года. Вот. То есть, если вы уже, по сути, вспоминавшаяся личность, то у мужчины нет. Вот. Мужина 23 года может вести себя еще как ребенок. Вполне. К сожалению, опять. Ну, вот. Поэтому это, это тоже нужно учитывать. И если вы, ну, грубо говоря, ну, как бы, ждете от своего молодого человека, что он изменится. Если вы ждете, что он там станет другим, то он начнет все это решать. Вот. То, во-первых, это ваши ожидания. Если он сейчас ничего не решает, он не будет в ближайшем будущем ничего решать. Нужно серьезное потрясение, чтобы он изменился. Это первое. И второе вопрос, а не является ли, вот, такой ваша, ну, такая ваша потребность в том, чтобы он что-то решал, вашим собственным желанием, то есть вашей собственной такой потребностью, желанием обеспечить себе безопасность. Вот. Дело в том, что потребность в безопасности вполне естественна. А, ну, потребность в, ну, в безопасности, вот. потребность в, ну, в какой-то защищенности, да, и так далее. Это абсолютно нормальная история. Вопрос немножечко в другом. Вот. Значит, сами ли вы обеспечиваете ее? Сами ли вы обеспечиваете эту потребность или нет? Вот. Вот. И опять же, если вы хотите, чтобы ее обеспечивали вам, чтобы, ну, кто бы, кто бы, кто бы, кто бы вам ее обеспечивал. Вот. То, вот, в этом, в этом случае, ну, я думаю, что вы немножечко не того человека выбрали. Так, ну, для себя, вот. Ну, к сожалению, вот. То есть, опять же, нужно смотреть. Смотреть в этом смысле. Смотреть, а вы ли вы, ну, с тем ли вы, с человеком. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Вот, всего самого доброго. Продолжение следует. Продолжение следует.